Здравствуйте, я Красный Доктор, а профсоюз действий продолжает борьбу за коллектив зуботехнической лаборатории, который сокращают под надуманными предлогами. Завтра наступает срок, когда нас должны уволить. На наши обращения, которые были посланы в генпрокуратуру, в комитет здравоохранения, президенту, губернатору, пришли отписки, которые поступили к главному врачу, на кого мы, собственно, и кивали, жаловались. Поэтому мы считаем, что никакой проверки не было, никто нас не опрашивал, никто не подсчитывал принятенную прибыль, убытки и так далее. Все это сшито, как мы считаем. Мы прошлыми обращениями и видеороликами заставили все-таки администрацию больницы почитать закон, в том числе Трудовой кодекс Российской Федерации. И вот с 6 числа, за 3 дня до сокращения зуботехнической лаборатории, в полном составе, к нашему лидеру профсоюзного движения в Ленинградской области и в городе Вселожске, Владимиру Геннадию Петровичу, прибежал целый отдел кадров. И дали ему уведомление, что вот сокращают сотрудников зуботехнической лаборатории, нету ли там среди них кого-нибудь из профсоюза действия. Ну и в этом документе написано, что они ждут от нас мотивированного мнения в течение 7 дней. То есть увольняют 10-го, а 6-го они выручают, что в течение 7 дней они ждут от нас мотивированного мнения. Что-то здесь не срастается. Итак, от профсоюза действия требуется мотивированное мнение, причем прям неоспоримые факты. То есть администрация может сказать, вот эта зуботехническая лаборатория должна 3 миллиона 687 тысяч, ничем это не подкрепляя. Вот она говорит, что там какой-то брак на 200 тысяч, опять же, ничем это не подкрепляя. Ну вот профсоюз действия должен предоставить мотивированное мнение, при этом профсоюзу действия не предоставляются никакие материалы. Ну раз основное это финансовые вопросы, предоставьте финансовые отчеты за несколько лет по этому подразделению, и мы посмотрим, насколько он там рентабелен, насколько не рентабелен, и дадим свое мотивированное мнение. Мы изучили фонд заработной платы, и выяснилось, что зарплата у данных сотрудников колеблется от 15 до 24 тысяч, иногда больше, но совсем ненамного. И получилось, что фонд заработной платы от прибыли, которые приносит именно это отделение, составляет от 15 до 17 процентов, надо уточнить, если опять же нам предоставят документы. Затем мы прикинули, что оборудование куплено примерно на 7 лет, и на амортизацию уходит не больше 3 процентов, что коммуналка тоже не очень большая, потому что здание принадлежит поликлибной больнице, соответственно, там тоже они платят как просто за одну трехкомнатную квартиру, то есть это где-то 15 тысяч в месяц, это самое большое. И поэтому, сложив все эти цифры, получается, что расходы именно на зарплату и на коммуналку и амортизацию оборудования всего лишь 20 процентов. Что же составляет остальные 80 процентов от той прибыли, которую приносит лаборатория? Сколько уходит на материалы, нам непонятно, опять же документы не предоставлены. К собиранию сведений для мотивированного мнения подключились сотрудники ВКМБ, сотрудники понимают, что сегодня вот так вот переломают зуботехническую лабораторию, уже неоднократно сотрудников ломал вот этот административный аппарат и выкидывал из заведения, только вот сотрудники зуботехнической лаборатории открыто выступили против администрации, сами не стали увольняться, как обычно это было именно во Всеволожской больнице. И вот они принесли нам такой интересный документ. Это именно распределение стимулирующих выплат в амбулатории Кальтина. Это там амбулатория, в которой работал непосредственно сын заместительного главного врача по поликлинической работе. И посмотрите, как там чудно распределяются стимулирующие. То есть, амбулатория Кальтина обслуживает огромный микрорайон, в этой амбулатории работают очень много специалистов. Она только называется амбулатория, на самом деле это просто, она как поликлиника выглядит. И вот как распределяется. То есть, все-все специалисты получают 170 тысяч стимулирующих. А непосредственно сын заместителя главного врача по поликлинической работе получает почти 200 тысяч. То есть, в принципе, его зарплата более 200 тысяч. И если такие стимулирующие сохранены, когда он был заведующий этой зуботехнической лабораторией, потому что его лего только что в сентябре, то вот мы уже нашли момент, за счет чего можно оздоровить финансовое положение учреждений. Что касается брака. То есть, предъявили обвинение, что делает один брак, это зуботехническая лаборатория, при этом зуботехники просто разводят руками, ничего о браке не знаем, почему-то не проводилось никакого расследования, не создавалось никакой комиссии, до коллектива ничего не доводилось. И вдруг выясняется. В администрации больницы было послано неверные сведения в комитет по поводу, что нам инкриминирует возвратом денег за некачественно сделанную работу. Возвраты были сделаны на сумму 213 тысяч рублей, что в процентном отношении заработанных нами отделением денег является 1% от выработки. И все работы, которые были возвращены больными, были сделаны врачами Шкалеренко и Макаровым. Просим проверить. Технических там ошибок нет. Это все врачебные ошибки. Как вы видите, главный бракодел как раз этот заведующий молодой парень без опыта, без сертификата, и вот он уволился, тем самым оздоровив это подразделение. Также при составлении мотивированного мнения, профсоюз действия изучил трудовые договоры, дополнительное соглашение к трудовым договорам, и выяснилось, что в трудовых договорах ничего не сказано о том, как начисляется зарплата именно сотрудникам. Нет никакого акцента в этих трудовых договорах, что что-то зависит от какой-то там выработки, то есть подразделение работает, приносит деньги больницы, то есть такие деньги, которые идут, так сказать, по коммерческим рельсам, но при этом не создается никаких комиссий по распределению стимулирующих выплат, потому что этих стимулирующих выплат практически нет. То есть там стимулирующие идут просто конкретно и за стаж, и за категорию. Все, а именно вот будете работать эффективнее, вам такие деньги не будете работать, соответственно денег вам за это платить не будут. Вот это то, что говорит Министерство здравоохранения, ничего нет, не говоря уже о комиссии первого, второго уровня, чтобы участвовали сотрудники. Про это вообще все здесь забыли. Отдельно мы изучили ответ из комитета здравоохранения по Ленинградской области просто банальнейшая отписка, то есть перечислены все те же мифические доводы, о котором сообщались, мы рассказывали ранее. То есть это какой-то долг перед больницей в 3 миллиона 600 тысяч, это о каком-то браке на 200 тысяч, о чем мы уже поговорили. Ну и обратило внимание, что подписал заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области некто Рязанов. Я его знаю лично, правда шапочное знакомство, больше я пересекался с его женой, с Надеждой Анатольевной, замечательнейший человек. Надежда Анатольевна работает во Всевышевской больнице в оргметодотделе, после того, как построилась наша новая поликлиника и администрация переместилась туда на последний этаж. Соответственно, единственный из оргметодотдела переехал в новое здание, это как раз Надежда Анатольевна. Ей выделили новый кабинет, отдельный такой хороший светлый. Чем занимается Надежда Анатольевна, никто не знает. То есть я с ней общался по какому-то поводу, будучи заведующим, не помню по какому, вспоминал-вспоминал, не смог вспомнить, но давно было какой-то незначительный момент. Ну а сотрудники сейчас не могут объяснить, чем же занимается вот жена Рязанова, Рязанова Надежда Анатольевна. То есть Рязанов, составляя вот этот вот документ, ясно, что он заинтересован, заинтересованное лицо и не мог состоять в этой комиссии. Ну и соответственно документ получился таким, каким и должен был получиться. То есть банальнейшая отписка. Итак, подведем итоги. Профсоюз действия требует финансовый отчет по данному подразделению для своего мотивированного мнения за последние пять лет. Посмотрим, как развивалась ситуация и тогда уже конкретно дадим мотивированное мнение. Мы выяснили, что для некоторых врачей указы президента выполнены на 500, на 600 и на 700 процентов. Родственников в больнице у нас достаточно много и приближенных будем составлять список. Я думаю, разобравшись с этим списком, мы сразу оздоровим финансовое положение центральной районной больницы города Всеволожска. По браку мы разобрались, что вот это написали, лишь бы что написать, чтобы было чего писать. По предвзятости комиссии мы поняли, что все сшито белыми нитками, но главное, что сотрудники Всеволожской больницы на нашей стране, они присоединяются к нашей борьбе. Мы показали, что от власть придержащих ничего не добиться и только давлением снизу мы можем сохранить как этот коллектив, зуботехническую лабораторию, так и улучшить условия труда и зарплату всех остальных сотрудников. Ну и будьте здоровы! А пока, пока!